Теперь, когда деньги для выкупа уже на пути к сэру Лонгару, можно надеяться, что скоро к нам присоединится и король. Это мы собирали деньги, чтобы короля из плена выкупить. Если у нас были в прошлом некоторые разногласия, то теперь, я думаю, нам удастся договориться. Даю слово, что если мы заключим перемирие, я согласен на любые условия. Угу, согласен он. У него, видите, одна земля осталась. Нас еще кабан немножко потеснил. Но у него осталась одна провинция, если можно так выражаться. Сейчас мы его задавим и все. И конец. Мне необходимо подкрепление. Сей невинный младенщик лишил меня всех владений, кроме моего собственного графства. И решительно пренебрег моими просьбами о перемирии. Мои основные силы давно отправились к вам на помощь. Задержите его до моего прибытия. Я сам перережу ему глотку. Чащие армии неподалеку от вас. Я прикажу им присоединиться к вашей пирушке. Новый замок змеи расположен напротив старта. Так, ну это слушать ладно, ерунда. Нам нужно защититься. И убить змею. Так, убить змею. А где у нас змея? А, вот он. Короче, тут будут нападения, как вы понимаете, друг на друга. То есть, вот это мериться писюнцами будем постоянно. И в итоге надо вот домериться до такой степени, чтобы мы победили. Пока, как это все реализовывать, я не знаю, если честно. Но буду думать сейчас. Это тоже, как бы, сложноватая задача. Надо, но я думаю, первым делом надо застроиться. Хотя бы на чуть-чуть, на сколько хватает камня. Вот так застроиться нам нужно. Чтобы никто к нам не приходил. Здесь у нас лучники охраняются. Но надо еще и вот так, конечно, обстроить свои здания. Но пока что это будет... А, даже больше. Нам надо вот здесь вот так стену возводить. Здесь брод везде. Блин, плохо. Плохо. То есть, у нас получается защищено только вот чуть-чуть. Вот здесь. А я зря столько камня потратил. Вот тут они сюда никак не пройдут. Я так понимаю. Никак. Тут у нас скала. Значит, нам надо... Сделать еще вот здесь. Вот тут скала. Вот так вот застроим. Куда вот он пошел? Все, он уже не может пройти. Отлично. Это то, что я и хотел узнать. Теперь вот так. А, и камня у нас нет. Великолепно. С едой. У нас есть посевы. У нас нам нужно дровосеков. Вот тут рядышком. Давайте дровосеков. Дерево, потому что это самый такой главный ресурс, я бы сказал. Один из самых главных. Потому что без него не делается совершенно ничего. Давайте, выходите уже, пожалуйста. Надо вот складик воткнуть. Немножечко расширим складик. Потому что без складика жить нам не удастся. Без нормального. У нас есть склад с луками. Давайте. Все понятно. Надо эти кибитки еще построить. Давайте построим их. Можно вот тут прям на скале воткнуть. Эти кибитки. Они нам. Луки. Деньги у нас 800 денег. Значит, нам нужно сейчас поставить лучников. У нас еще L там, вон, смотрю, есть. Но это все такое. Все второстепенно. Нам сейчас вот по максимуму, я считаю, нам нужно поставить производство луков. Чтобы мы могли дать какой-то отпор. С едой у нас все хорошо. Давайте. Налогов дадим. Немножечко. Людям. Так, люди приходят. Это все у нас хорошо. Есть у нас мельница. А вот где тут L. Я что-то не видел. Они что, вроде делали L или нет. Так, и нам нужно вот здесь огородить. Камень 8. А камень у нас добывается вот тут. У нас всего лишь одна каменоломня и один бычок. Так. Давайте построим еще одну. И возьмем 3 бычка. Хотя можно, конечно, шикануть, но нет. Лучше мы вместо каменоломня, лучше вот это. Нужно дерево. Вот это можно очень хорошо так застроить. Крестьян свободных 0. Это проблема. То есть, я так понимаю, кабанчан направляется к нам. Так, вот этих людей мы сюда запустим. С камнем у нас непорядок, да? У нас 8 камня. Мы даже не можем себе позволить самую такую. Оно вот везет. Я бы, конечно, вот что-то... Что-то такое бы построил. Но нет. Мы не можем. О, видите, у нас тут на склоне, короче, все очень не круто. Но мы, в принципе, можем ее здесь построить. И отцепить вот так прям. Вот вот так. Но это тоже нужен нам камень. Так, откуда он нас атакует? Хоть покажите. Кролики здесь. Наверное... Ох, е-мое. А, ну хотя ничего серьезного. Вроде бы, да? Вот как-то ничего серьезного нет. Но в то же время и есть. В то же время и есть. Давайте мы все-таки сделаем вот эту штуку. Вот так. Разрушим вот здесь вот наш камень. Еще у нас есть немножечко. И возведем стену... Вот. Блин, не могу построить. Добежал один! Охренеть! Уроды! Реально уроды. Так, ну ничего. Я думаю, сейчас мы справимся с этим делом. Давайте мы пехоту заберем ребят. Пусть они пойдут немножечко тоже тут дела порешают. Все, пусть, да. Решайте, решайте вопросы. Так как это внутри? Мы же вроде завалили всех. Вон они одного бьют. Не убили. Или убили. Куда-то пошел. Блин, один вот этот вот чувак... Хороший враг, мертвый враг. О, правильно говорят. Хороший враг, мертвый враг. Согласен я с вами, ребятки. Вот надо его завалить. Он же не даст покоя никому. Короче, пусть идет. Завалит его. И убежал, видели? И убежал, скотина вонючая. Вот это специально он теперь так будет делать. Опять. Ладно. Ну откройся, сим-сим. Теперь нужно застроиться. Давайте возьмем... Возьмем вот так. Вот так мы застроимся. Вот это мы уберем. Я не знаю, недоразумение. По-другому это не назвать. Мы это недоразумение уберем. И вот этих вот ребят на башню. Еще у нас пришли ребята. Хватит. На башню. Ты уйди отсюда вообще. В замок. По-моему, все великолепно, да, получается? Смотрите, у нас... А, ну с едой у нас... У нас с едой не великолепно, ребята. У нас нечего людям есть. Потому что у нас только одна пекарня. Вот это плохо. Ну ничего, ничего. Сейчас мы немножечко подстроим. Сейчас будет дело. Дело пойдет. Что, больше нельзя? Ну еще вот здесь воткнем. И почти не осталось, милор. Ничего, ничего. Не волнуйтесь. Все сейчас будет. Так, что с полями? Поля есть, пшеница есть. Это есть. У нас все есть. И железо у нас пошло. Надо еще поставить. Дерево слишком малышее. Оу. Ну вон сейчас принесут. Так. Вот это плохо. Вот это очень плохо, что они пошли первым делом сюда. Ох, ё. Нехорошо. Нехорошо, ребята. Это нехорошо, то, что нас покинули люди. По камню. У нас по камню. Да. Какие у тебя войны. Прям кости прям будут ломать. Вообще прям смелый парень. Вообще вот прям очень смелый. Так как здесь брод, мы здесь еще сейчас тоже поставим башню. Вот так вот. И поставим мы башню здесь. И сюда мы тоже посадим лучников. Вот этих вот сюда. И сюда еще сейчас мы тоже посадим. Так, воооо, прибавились люди. Ой, нет. Не можем мы пока себе такое позволить, потому что только у нас крестьяне пошли. У нас пошел хлеб. Но это все нормально, это хорошо. Так пусть. Что видели отряд кабана в этих краях. Слава богу, что у нас дело пошло наконец-таки. Так, мы еще можем одно поле воткнуть. Одно поле это отлично. Тут нам уже нельзя. Так тоже, да, нельзя. Огоо, что здесь у нас? Здесь у нас бычки работают. Все великолепно. Я думаю, может быть парочку этих сырных ферм сделать. Хотя у нас и с хлебом неплохо, да, все. У нас по-моему вообще все неплохо. На данный момент. Да и пусть. Что в этом такого? Проблема, что ли? Для нас это, по-моему, уже давно не проблема. То, что они нас атакуют. Вот крестьян нету. Вот это вот, конечно, проблема. И дерево я опять израсходовал. Все, что-то я как-то не подумал. Надо поставить рынок. Рынок будет. Чтобы толкать какие-нибудь товары хотя бы. Во! Они решили пойти сюда. Какие они молодцы. Давайте, давайте, идите сюда. Отлично. Вот кто-то пошел сюда. Все правильно. Надо еще сюда людей посадить. Вот сюда еще лучников посажу. Отлично. Отлично. Это просто замечательно. Мне нравится. Они еще и в болото поперлись. Вообще великолепно. Круто. Пока все идет так, как я хочу. Так, как я планирую. Так, а куда они идут? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Такого не должно быть. Такой бреши здесь быть не должно. Иначе и те тоже пролезут. Ой, не хочется, чтобы они дровосека мы его завалили. Который несет. Ну, походу, наверное, да. Они его завалят. Ладно. Чуть-чуть лучники было бы их побольше. Успели бы. А тем временем у нас вообще все великолепно. У нас дерево подъехало. Сейчас мы воткнем рынок. Так, а куда его воткнуть-то? Еще бы найти куда. О, вот сюда. Рынок, рынок, рынок. О, мы можем и железо с вами продать. Можем все продать. И элли, пшеницу можем продать. Что мы можем купить? Мы можем купить для наших... Мы пехота. Чтобы ворваться в тот замок и разгасить всех и вся. В принципе... О, нифига себе. Это мы так живем, что у нас амбар полон. Ни хреново, я вам хочу сказать. Мы живем. Давайте второй построим, посмотрим. А, да и не видно, да? Заполняется. Он не заполняется. Небольшой отряд кабана приближается к замку. Все, кабан пытается нас с вами задушить. У нас, кстати, людей вообще нехват колоссальный. Нам надо эти домики тыкать. Давайте потыкаем чуть-чуть. То, конечно, не чуть-чуть. С домиками надо быть аккуратным, потому что может не хватить еды потом людям. Не хватает рекрутов, сэр. Черт. Ну, пусть он пойдет сюда. Кабан атакует. А еще же волк, насколько я знаю, должен атаковать. Что у крысы тут происходит? У крысы тут вообще... Ой, у крысы, у змеи. У него вообще тут все фигня, насколько я понимаю. Но только надо вот эту. Тут надо прорвать оборону. Надо прорвать вот здесь оборону. И все, по сути дела. У него тут людей практически нет. Единственное, вот эта вот штука, она, конечно, гасит больно. Арбалеты. Такие. Они, конечно, больно бьют. И все, это единственный вот минус. А в остальном вообще пофигу, вот честно. Давайте тогда мы сейчас еще сделаем склад один. Рядом. Вот так. Даже три склада сделаем. И будем железо. Ну, мы можем из железа и сами ковать. Но, мне кажется, купить будет лучше. Я что-то ковать, вот правда, вообще ковкой заниматься не хочу. Вот мечей. Ну, точнее, булав вот этих. И кожи. Мне кажется, будет проще купить. Продать тут же вот вот эту фигню. На два косаря. Купить 10 булав. Ну, вот это, конечно, 40. Нет, все-таки булавы лучше, наверное, делать самому. Будет лучше. Дорого они сильно стоят. Сейчас поставим делаться булавы. Пусть будет делаться. А то дороговастенько это получается. И с деревом у нас сейчас пошли небольшие проблемки. Дольше стали добывать. Но это, конечно, ожидаемо все. Ничего в этом прям страшного или катастрофического нету. Так, так как тяжело таскать железо далеко, нам бы, конечно, построить это тоже близко. Все тут будет. Не переживайте, ребята. Все здесь будет. Две таких вот кузницы построим. Шкуры эти мы будем покупать. И самое... Ох ты. Все вот всегда во что-то упирается. Либо в деньги. Что-то покромсали. Даже башню успели покромсать. Либо в деньги, либо еще во что-то упирается. А, вон они почему так вкругаля ходят. Я им здесь не поставил эту башню. Простите, ребята, это мое упущение. Че ж вы молчали? Надо же было раньше говорить. Вот, теперь я вам поставил. Теперь можно отсюда проходить, выходить. Теперь будет нормально. Камушек тут тоже добывается. Тут у нас все вообще четко идет. С золотишком проблемы. Давайте будем забирать у них золото. Люди любят вас, мой лорд. Угу. Минус. Религия. У нас не вывозит религия. Нас атакуют войска кабана. Да он надоел уже реально этот кабан. У нас сразу люди начали падать. Золото слишком малы. Давайте вот этой ерунды. Я здесь разместить, милорд. Черт. Это как это, знаете, как закон подлости. Не хватает золота постоянно. Все, сильно продавать не будем. Давайте вот так. Мы еще, в принципе, еды можем продать. Гляньте, у нас ее сколько. И теперь вот эта ерунда. Реально ерунда, потому что... Это нельзя здесь разместить, милорд. Это нельзя здесь разместить, милорд. Блин, если захотеть, можно в космос. У нас улететь. Отлично. Теперь смотрим... Ой, куда я зашел? Что? О! Почтительность плюс два. С религией у нас, конечно, проблема. Можно почтительности больше налупасить. Даже не знаю, где ее. Вот здесь их налупасить. Ну, место такое хорошее. Не хочется ее почтительностью засирать. По-другому просто это не назвать. Это нельзя здесь разместить, милорд. Это нельзя здесь разместить, милорд. Эти карусельчики, аттракциончики дурацкие. Столбики. Это нельзя здесь разместить, милорд. Типа, детки веселятся. Там терра-пыра. Давайте. Сколько у нас почтительность? Да, я мчусь. То есть, о, плюс пять. Вообще великолепно. В следующем месяце плюс три написано. Ну, это что там, о чем? Ну, так, в следующем месяце плюс три. Это нельзя здесь разместить, милорд. Это нельзя здесь разместить, милорд. Проверяем. Он любит вас, мой лорд. А, плюс три, наверное, я не туда, не то, короче, подумал. Все. О, 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 а что у меня с едой? Ребятки, вы че? А, там еще второй амбар есть. Все. Я уже испугался. Золото есть. Рекруты есть. Этих мы зашлем сюда. И теперь, я думаю, самое время, ребятки, сохранить игру. А вы, а вы, а вы сохраняем. И теперь нам в параметрах можно включить 90 скорость. Да, все, применяемся. И теперь у нас все будет в очень-очень быстром темпе. Небольшой отряд кабана приближается к замку. Это нам поможет быстрее выиграть. Давайте еще вот этих штук построим. А эта ерунда нам поможет еще заработать железо. Добыть, точнее, железо. И заработать на этом денег. Что не может не радовать. Деньги нужны всегда. Крестьяне будут быстрее приходить. Естественно, растет. Ну, войска кабана атакуют ерунда. Это не страшно. И вот эти ребятки тоже сейчас будут делать булавы потихоньку. С мукой у нас проблемы. Вот я вот только сейчас заметил, что у нас есть проблемы с мукой. Теперь уже не должно быть. А то мы так и не построили полей. Что у нас с бабками? Минус 6 мы можем сделать? Восхищается вами, сэр. Нам тогда нужно либо религию поднять, либо оснабжение элям нам нужно поднять. Поднять религию или нет? Вот в чем вопрос. Ну, давайте построим несколько церквей. Ну, конечно, их бы построить где-то вот, да, вот здесь. Это самое ненужное здание. Вот, конечно, правда, те, которые, верующие, меня сейчас, наверное, прибьют за такие слова. Ну, правда, вот это самое ненужное здание, которое нахрен не нужно. Блин, только что ж можно было. Вот, отлично. 4, 5 получается. 5 церквушек. Сейчас 6-ю вот тут можно... О, вот 6. 6 мы с вами воткнули. Думаю, наверное, предостаточно 6 штук. Хотя можно, конечно, еще воткнуть. Религия у нас вообще не идет. Надо сделать, значит, еще эль. Ну, это так. Я уже, конечно, немножечко расслабился. Мы уже с вами все как бы сделали, добились всего. Можно уже так. Миссию расслаблено проходить. 3 этих, скажите мне. Для Эля. А че так у нас с деревом все плохо, не пойму. Мы будем ждать, че. Хотя, че нам ждать? В принципе, мы можем купить дерево. Благо, деньги нам хоть позволяют это сделать. Что у нас с популярностью? Плюс 1. Религия что-то нас не вывозит вообще. Хотя не понимаю, почему. Должен быть плюс. Ну, главное, у нас есть почтительность. Продовольствие не дает плюс, потому что у нас нету там сыра. Разнообразия у нас нет. У нас, конечно, есть одна, так сказать, сырная ферма. Но это все, конечно, ерунда. Давайте мы еще построим парочку полей. Вот поля, вот лишними никогда не будут, вот честно. И построим для Эля еще... Да, думаю, с головой хватит. Прямо вот с головой. Но пусть будет так. Что с людьми? С людьми тоже у нас все замечательно. И теперь нам нужно построить пивоварни. Одну здесь воткнем. Это же они будут потом бочку катить. Сколько нам надо будет пивоварень? Ну, конечно, побольше бы желательно. А нам их прям строить негде. А, ну вот еще мы здесь можем поставить. Вот тут трактир лучше поставить, я считаю. Две пивоварни у нас будет. Хотя там хмеля будет до хрена. Давайте, наверное, четыре. А лучше... А, крестьяне теперь не приходят. Воткнем еще дом. Замечательно. Так, и теперь нам надо небольшую собирать армию. Давайте мы это будем делать вот здесь. Потихонечку будем формировать. Будем нападать. Денег у нас пока хватает. Всего хватает. В основном надо сделать акцент на мы пехота, конечно. Потому что... Ну... Потому что... Смотрите. Лупасит. Мужик. Лучник это, конечно, тоже очень важный ресурс. Людской ресурс. Так, это у нас сколько получается лукарей? Это мы уже полтинник сделали. Полтинник это, кстати, хорошо. И... Ну, деньги мы, конечно, можем еще немножечко растратить. Купить булав. Вот вот так вот. И теперь мы можем нанять мы пехота. Офигенный типы, я их обожаю просто. Да, босс! Мы пехота! Мы идем! Шевелитесь, собаки! Ой, блин, начинаются смски всякие. Угу. Не хватает рекрутов, сэр. Не хватает рекрутов, сэр. Все там хватит. Мы пехоту... Что видели отряд кабана в этих краях? Вот мы пехоту, я думаю, сотку надо. Нанять. И лукарей сотку. Вот двумя... Двести, но это, конечно, я прям вообще взял охренеть. Как можно было, ну, и меньше. Но я думаю, вот это само то. Столько людей. И пойти, ну, чтоб потом не проиграть, опять делать. Людишек не хочется. Хотя сотка. Это, конечно, многовато. Чё по религии? Вообще ничего, гляньте, по религии у нас нету. Но у нас уже есть, смотрите, бочки с элем уже первые. Мы можем с вами построить трактир. Трактир, блин, конечно, бы его воткнуть где-то в центре. Ну, не в центре, но хотя бы вот где-то здесь. О! На скале прям, где у нас дровосеки, чтобы спаивали они наших людишек. Отличное решение. И вот здесь, гляньте, как он отлично становится. Не может зайти. О! Может! Всё! Класс! Вообще идеально! Кружок Эля 0. Но это пока. Это пока-пока. Сейчас всё это дело. Сейчас только бочку туда... Вон, пошёл, пошёл, гляньте, покатил. Сейчас дело пойдёт. Хлобысь. Охват населения 24%. О! 48. Смотрите, плюс 1 добавляет. 48. Интересно. Вот сейчас они ещё по второй бочке вроде бы должны прикатить или нет. Я что-то пропустил этот момент. А, ещё пошли, да. Смотрите, покатил, покатил. Мне просто интересно, сколько будет сейчас охват. 48. Значит, нужно построить ещё один. Да в чём вообще проблема, ё-моё, ребята? Купим. Камень мы весь продадим. Он нам уже вообще не нужен. Вот эту ерунду тоже. Гляньте, у нас сколько денег. Мы просто сейчас можем развалить всех и вся. Давайте мы так и сделаем. Купим ещё 45 и этих, и этого 40, и 49. Наймём ещё мы пехота. И пойдём разваливать всех. Вы заметили, что змея, он, во-первых, нам никаких сообщений не присылает. Ничего не афиширует, что он там как делает. Не пытается нас там убить, да, или там ещё что-то. Но при этом он просто такой пассивный, пассивную позицию выбрал. Но смотрите, сколько у него луков, сколько копий, ещё дерево есть. Вот это недооценивать нельзя. Потому что, когда сейчас пойдём, он может просто донанять армию. Это вот как бы вот на будущее. Кто будет играть, чтобы вы немножечко понимали, что можно всегда донанять армию. И будет печалька, если вот вы этот момент не рассматривали. 48. Давайте построим ещё. Да, блин. 2 построим. Я хочу просто посмотреть, какой будет охват. Вот прям мне вот реально интересно. Уже охват 48%. Гляньте. Популярность. Она не может пустить. Всё, мы с вами вышли, смотрите, в плюс 2 по элю. 72%. По-моему, в плюс 3 можно максимум выйти. Но сейчас глянем. Получится так или не получится. Когда заработает четвёртый трактир. Вот, плюс 3, да, 96% у нас охват. Это круто, ребята. Мы можем сейчас смело вот так делать. А если ещё еду разнообразить, то можно вообще, такие вообще налоги можно выкручивать максималка. Хотя, если подумать, да, логически, смотрите, люди живут в достатке, да. Они едят очень много, когда им, там, там, двойной рацион, когда ты делаешь им. Они едят. У них разнообразие продуктов. Они не просто хлеб едят, да, они шикуют. То есть, вообще хорошо. И они, как бы, платят денежку себе. В принципе, нормально. И поэтому они, это, соглашаются. Когда вот у них есть там развлечение, да. Есть у них трактир, где побухать. Трактир. Ну, и такой бы трактир бы тоже построить. Но тут такого нельзя. Всё. Мы с вами сделали всё, что хотели. Нет, вот этих мы, конечно, на замке выбирать не будем. Давайте выбираем вот этих ребят. А эти откуда? Выползли. И берём лукарей. Смотрите, 85 и 50. Всё, погнали. Они побежали. Куда они стреляют? Ё-моё. Я что-то не понял номера. Куда они стреляют? Бегом сюда, идиоты. Офигеть. Ну, сейчас эти ребята справятся, я думаю. То есть, тут всё будет чётко. Гляньте, какой у нас этот, идёт муравейник, я не знаю, как назвать. Сейчас они быстро башню. А, ловушки тут же ж можно, да. Вот это лупасец. Непокойники. Вот так вот надо. Вот это лупасец. Есть! Идём дальше. Не останавливаемся. Так, какая смерть, ребята. Друг, ты чё? Ты выпил, что ли? Смерть. Почти. Есть! Ну, и теперь мы просто разваливаем всех, кто тут есть. Смотрите. Я, я твоя смерть. Всё, мы завалили ещё одного главаря, змею. Серия... Всё, всех развалили. Победа. Ну что ж, мы избавились от ещё одного главаря. Мы завалили крысу, завалили змею. Теперь у нас остался кабан и волк. Это уже такие более-менее серьёзные противники, с которыми придётся повозиться. Всем спасибо, кто со мной до сих пор, кто смотрит видосы. Что ж, подписывайтесь, оставляйте комментарии. С вами был Акамарачи. Покеда! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...